Население вот за это здание не обрабатывало, но постельные они с собой перенесли, в принципе, и питание будет организовано в школе. С Несликов еще будет задействован, это только рабочие. Еще многие изводят предприятия, которые подпадают под этот прием, чтобы они организовали дежурство, в случае чего, чтобы они были на месте и смогли обеспечить доступ работников ЖКХ своей системой накопления. В связи с возгоранием котельной было обесточено порядка 28 жилых домов, своевременно были приняты меры по эвакуации людей, были предоставлены общественные места размещения, Воспользовались из 190 только 4 человека, остальные были размещены и переехали к родственникам и знакомым. Часть жителей остались в своих домах, у кого была возможность автономного отопления. Поэтому никто из жителей не пострадал, своевременно была слита система, чтобы исключить размораживание ее. На текущий момент уже доставлена модульная котельная и предприняты меры по подключению этого куста теплоснабжения к другой котельной. Предположительно, до 6 вечера это подключение будет осуществлено. В первую очередь будут подключены многоквартирные дома, модульная и котельная. Мы ожидаем, что будет уже задействовано к 8 утра следующего дня. Конечно, восстановительные работы не закончатся, нам потребуется дополнительное время, но на текущий момент мы оцениваем, что в ближайшие дни все будет восстановлено. Евгений Алексеевич, у нас в республике таких тепловых, ну не так много, но все-таки есть березов, котанных, всяких. В чем сложность именно в Берегистяке, в данном месте по совещанию? Ну, во-первых, технические такие вопросы, они возникают в любых сложных системах. У нас республика большая, множество населенных пунктов, множество объектов, поэтому говорить о том, что у нас часто или много, ну это скорее некорректно. То, что такие вопросы возникают, это действительно так и очень важно, собственно, и превентивно отрабатывать, и, соответственно, наши службы хорошо с этим умеют справляться. И в случае появления таких технических инцидентов, соответственно, своевременно реагировать. Все службы, я считаю, что отработали очень хорошо. Здесь я хотел бы еще обратить внимание, вот, значит, то, что я вижу здесь на месте, это то, что предприниматели очень активно откликнулись с точки зрения помощи населения. Так, таксисты на Берегистяха бесплатно развозили людей. Предприниматели, имеющие магазины, готовы предоставлять продукты для обеспечения питанием. Ряд республиканских компаний уже тоже звонили, предлагали свои услуги по восстановительным и строительным работам. Поэтому здесь можно сказать, что вся республика, прекрасно понимая, в каких условиях мы живем, активно включается в случае необходимости в восстановительные работы. Продолжение следует...